Вениамин Кондратьева и Жан-Артур Режибо обсудили подготовку к грядущему Мундиалю. Бельгийская делегация перед этим побывала в Сочи. Комфорт и для сборных команд, в том числе Бельгии, и других команд, и для болельщиков, и их безопасность является для нас приоритетом. И поверьте, эти все вопросы отработаны на очень серьезном, высочайшем уровне. И помимо того, что все оргмероприятия согласованы с ФИФА, мы помимо этого понимаем, что мы, как я уже сказал, должны сохранить высокую планку комфорта и безопасности проведения подобного рода мероприятия. У нас хорошо продумана логистика и транспортная логистика, и логистика для отдыхающих и болельщиков. Стояла непростая задача развести потоки. Болельщики должны приехать беспрепятственно и комфортно на стадион, а отдыхающие приехать на пляж. У нас нет никаких переживаний по поводу организационных моментов при проведении футбольных матчей в Сочи. Мы в этом лично убедились. Это касается и отелей, и построек дополнительных, и самого стадиона. Все находится на высшем уровне. Мне удалось посетить фан-зону и стадион Фишт. Мы благодарим вас за то, что получили ответы на все наши вопросы. У нас одна с вами цель, чтобы чемпионат прошел на высочайшем уровне. Кроме подготовки Сочи к мировому первенству по футболу говорили о сотрудничестве между Краснодарским краем и Бельгией. Вениамин Кондратьев заметил, что несмотря на санкционную политику Запада, Кубань открыта к совместным проектам. Благодаря санкциям, то есть очень активизируется внутренний потенциал сегодня нашей страны и в нашем регионе. И опять-таки не только сельское хозяйство, промышленность, иные отрасли экономики демонстрируют очень активный рост. Только потому что сегодня мы сами заполняем те ниши, которые от ипорта сегодня в наших полках высвободились. Я всегда об этом говорю. И поэтому сегодня очень благодатное время для того, чтобы мы вместе создали предприятие. Для любого инвестора из рубежа мы создаём систему максимальных гибких льгот и очень выгодных льгот. Мы освобождаем от налогов. То есть мы максимально создаём комфортные условия для иностранного инвестора. В Краснодарском крае уже работают два российско-бельгийских предприятия. В прошлом году взаимный товарооборот между Кубанью и Бельгией увеличился и превысил 80 миллионов долларов.